Расскажи, как сегодня вообще все будет Вот вы видите вокруг 4 картонные коробки Вот в этих коробках лежат мои документы Непосредственно всякие справки, всякие войнные билеты, паспорта и так далее А еще в этих коробках тоже документы, но это разговоры с людьми, с которыми я встречался, когда делал спектакль Меня с ними объясняет то, что когда-то мы все приехали сюда, в Москву, из другой страны Потому что все тянутся в центр, все тянутся в центр города или в центр страны, потому что здесь жизнь Вообще с моей национальности интересная штука получилась Потому что когда я жил в Узбекистане, я считался русским Потому что там все украинцы, белорусы, даже корейцы считаются русскими, потому что говорят на русском Когда я сюда приехал, все стали говорить узбек, почему? Потому что из Узбекистана значит узбек Когда начинаешь говорить, что как бы не узбек, они говорят, а как ты там оказался? Потом понимаешь, что следует ряд других вопросов, типа откуда там русский, откуда там еще что-то И ты начинаешь думать, блин, сейчас придется объяснять, что в Ташкенте было 160 национальностей Это был мультикультурный город, жили греки, евреи, турки, месхетинцы, немцы, там никого только не было И думаешь, блин, ты очень долго говоришь, окей, я узбек И все Вообще-то я татаря Именно так написано в моем узбекском паспорте Этот паспорт все узбеки называют зеленый паспорт Я вас удивлю, он и есть зеленый Но почему-то обязательно это уточняется Зеленый паспорт Вот, берите, пускайте по рядам, смотрите, только отдайте Да, татаря написана там Какой-то национальный секрет Потому что вот, например, мой военный билет узбекский Где я? Сейчас я должен уточнить Так Годинг не строевой службы Там на случай войны содержится всякая разная интересная информация Обо мне, там, размер противогаза, размер ноги, окружность головы 56 Что интересно, в российском военном билете у меня уже другая формулировка Я стал премиум-медодин Потому что я выписался С пропиской вообще очень странная история Выписаться из Ташкента Это, ну, две недели Прописаться в Ташкенте невозможно практически вообще Редко-редко Ислам Дуганич Каримов по огромным каким-то великим праздникам Открывает прописку Там на День независимости на Мустыке И там на Навруз На узбекский Новый год И тогда люди, которые уже там 10 лет живут в Ташкенте И имеют собственность, там, машину, квартиру Наконец-таки они могут прописаться у себя дома И всех ходят, и на каждом углу говорят Ты слышал прописку открыли И как бы, ну, по городу слушают Насколько на какое-то короткое время открыта прописка И поэтому людям, которые едут из узбекских областей Им проще, минуя Ташкент, сразу поехать в Москву Поэтому они так и делают А вообще в Ташкенте люди, вот кто ни разу в Москве не был Они представляют, что это какой-то центр криминалитета Что здесь постоянно стреляют, убивают Все бегают под пули Потому что все смотрят российское телевидение Потому что узбекское смотреть невозможно Там все время идет какой-нибудь вечный концерт Прославляющий Каримова Или просто красоты природы Либо, например, Каримов поехал к хлопкоробам, к компайнерам, еще кому-то И это вот целый день Поэтому все подключили кабельные И смотрят российское телевидение Ну, естественно, первый, второй, третий канал Поэтому у них извращенное представление о том, что происходит в России И, собственно, в Москве И все живут в такой теле реальности И вот мой папа, это один из таких людей Он смотрит телевизор И он все время со мной спорит по поводу политической ситуации и так далее Вначале он... История какая? Значит, отказывает от гражданства лично сам Ислам Дуганич Каримов Потому что он настолько любит своих граждан Он сам подписывает каждый отказ То есть ты должен сесть, написать на имя президента Ислам Дуганич Каримов Ислам Дуганич, дорогой, пишет вам ваш верно подданный Долгар Данил Чапаталов Прошу вас отказать мне от узбекского гражданства Потому что мне не подходит климат, например И потом ты отправляешь куда-то далеко И долго-долго ждешь Но, по-моему, еще не было случаев, чтобы он кому-то в гражданстве отказал Я такое не слышал Вот, поэтому Россия придумала такую мульку Это, значит, односторонний отказ Вот, потому что там, если у тебя два гражданства Это уже уголовка, измена Родине и СРОМ Поэтому есть вот российская, значит, история Это вот там, значит, ты идешь к Онтариусу И пишешь односторонний отказ во все компетентные органы В том числе в посольство Узбекистана И, значит, у тебя есть бумажка Там менты тоже не могут разобраться в Узбекистане Как там отказывают, какое гражданство И что-то с печатью их вполне устраивает Что, типа, у тебя два паспорта Ну и так и ездишь Кстати, я уже не могу, у меня не два паспорта Потому что на свой 25-й день рождения 10 дней назад я не продлил свой паспорт зеленый Но он теперь просрочен У меня теперь только один Интересно, вот киргизы, они проще получают гражданство Это какие-то договоренности там На самом верху еще Акаев, по-моему, договорился Потому что какая история с киргизами Им за три месяца дают российское гражданство по упрощенке И поэтому во всех фастфудах работают киргизы Это связано именно с этим Потому что к российским продуктам Без российского гражданства не допускают Хуже всего таджикам Потому что этих летчиков там задержали Теперь их пачками депортируют отсюда И я на эту тему встретился с очень компетентным человеком Мы поговорили про вообще положение таджиков в столице Здесь район 350 рублей И вот туда мы приехали и разговаривали с Пахромом Про ситуацию с узбекскими гражданами Москвы Ты знаешь, узбекское общество Это опасное общество И эта опасность будет распространяться Они подавлены настолько, что если будет происходить что-то негативное Узбек будет молчать Узбеки сегодня, ну, не готовы сегодня к гражданскому обществу Там все разрушено В Америке тоже могут быть недовольны Экономическом или финансовом плане Но это не основное У узбеков такого у них не бывает из-за режима Харима Они сюда приезжают и попадают в серьезные проблемы Вот в последнее время даже публикуются уголовные дела против мигрантов На них вешают преступления и очень много Как это происходит? Ну, я в последнее время много слушаю, общаюсь с ними Надо отчитываться, например, к ментам за совершенные преступления Для этого самый подходящий вариант – это узбек Понимаете? Депортировать его нет, его не выберут Его конкретно посадят Самые бесправные, которых можно по 3-5 месяцев держать в подвале Это опасность граждан Узбекистана К этому привыкают корруппированные силы Я вот знаю одного капитана Он, знаете, мне что говорит Вот сколько людей останавливают киргизов, таджиков Почему самые грустливые – это узбеки? Это все потому, что они там у себя живут в страхе уже 20 лет Узбеки, получается, замешаны в развитии коррупции Даже если они приехали на законном основании Любому полицейскому они готовы дать деньги Их так воспитал узбекский режим И здесь они тоже это превращают в как бы узбекскую традицию Это одно И когда приезжают, не зная русского языка, не зная реальности, не зная характера этой нации В России тоже есть достаточно заинтересованные силовые структуры Чтобы в этом вопросе был постоянно как бы этот бардак Это выгодно для коррупированных кругов Вот уже 20 лет узбеки здесь работают Но до сих пор не поднят российской стороной вопрос Хотя Россия должна была с первого дня ставить этот вопрос Вот недавно перед выборами значит лозунг провозгласил Что каждый приезжий должен знать русский язык Но это всего лишь предвью Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok